Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите Ярость Кейна на серверах Ревора. На сервере точнее. Сегодня я полный нубас. Поиграю против такого же нубаса звука. На карте Арена. Так, ему выпали чистильщики, насколько я успел заметить. А нет, он выбрал ГСБ, а мне выпали чистильщики. Ладненько. Мне очень сильно нравится эта карта. Во-первых, потому что она маленькая, компактная такая. То есть, слишком долго игра тянуться не будет. Во-вторых, а здесь в спину тебя никто не нападет, только с флангов. То есть, здесь вообще можно не бояться, что кто-то нападет. Потому что я сюда гарнизон запихну. Ну и впоследствии захвачу вышечку. Вот. В итоге, мне всего лишь надо разведать здесь обстановочку. И радоваться жизни. Пойдем в надежде захватить чего-нибудь. Чтобы он не успел там вышку себе забрать. Чистильщики, блин, ненавижу эту фракцию. Лучше бы стальные когти. Ну, а еще лучше ГСБ. Самая нормальная, сбалансированная фракция. Он не захватывает, что? Замечательно. Тогда мы сделаем вот так. Возьму инженера. Возьму... Черт, я не знаю, как тут называются эти танки. Я буду по меркам генералов говорить. Возьму техничку. А, вот, БТР. БТР. Возьму БТР. Подвезу... Своего инженера побыстрее. И захвачу. Ну и все, собственно. Баблища начнут течь. Рекой. Не совсем рекой, но, блин. Ну, хрен с ним. Так. Все, что я знаю об этой игре, это то, что на одно поле Тибериума нужно два завода, четыре сборщика. Все. Больше нихрена. Так что, сейчас вы увидите самые четкие, про-тактики. Самые замысловатые. Которые просто так даже не придумаешь. В общем, самые-самые-самые крутые вещи. Че там? Да ладно, он бульдогами меня рашит. Вот пиздюк. Мне нечем отбиться, я потратил бабло. Думаю, ракетчики помогут. Так, вали, вали. Не, не успею уже. Все. Конец. Конец парада. Минус один, нет, блин. Черт. БТР тоже погиб. Обидно. Так, минус один. Отлично. Давайте, давайте, давайте. Ох, как хорошо. Он не давит почему-то, испугался. У него еще там танки есть. Как же приятно-то, а. Ладно, начало я всрал. Минус 1600. Но я ему два бульдога, то что? 1400 забрал. Плюс. Забрал две вышки. Мне кажется, я у выигрыша. Поставим еще хотя бы одного сборщика. Не поставим, построим. Тогда у меня будет все более-менее тип-топ. Нужно вот здесь вот проверить точку. Он почему-то не давит мои вышки. Мне кажется, он потратил просто кучу бабла на этот раш. И у меня должно быть преимущество. Сейчас. В этом плане. Ну, в плане денег, естественно. Возьмем два БТРа. Потому что танки строить слишком дорого пока что для меня. А бульдогам я не доверяю. Мне больше нравятся БТРы. Они хотя бы медленные. И против бульдогов, может быть, они и просрут. Но зато против танков можно будет кайтить, отстреливаться на ходу. И мне кажется, это важнее. Хотя я могу ошибаться, как бы. Повторюсь, я полный нуб. А, у него без гарнизона, да? Отличненько. Так, он... О, нет, нет. Все, 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 все. Рисковать не стану. Теперь он гарнизон сделает. Теперь мне нужны танки. Мне нужен один наблюдатель. Мы его вот сюда вот затащим. Я там сделаю сборщик. Кстати, сразу же надо его поставить. И чтобы там на одном сборщике потихонечку-потихонечку собирался Симитибериум. Я так понимаю, раз мы оба нубы, то это он даже может до Т3 затянуться. Было бы забавно на это взглянуть. А у меня даже нет артиллерии на Т3. Печалька. А у него есть. О, у меня есть. Может, тут на аэродроме какие-то крутые фичи. Хотя вряд ли. Чистильщики вроде у них пехота получше. Да, у них элитные штурмовики. Понял. А что им надо? Техцентр. А, дорого. Сносит мне уже там что-то. А, ну это мелочи. Подъедем поближе. Так, нужно много танков. Немножко пехоты. Теперь у меня эта точка освещается. Он не сможет заехать втихаря. Ну, быстрее. И у меня уже более-менее армия набралась. Надо проверить ближние поля Тибериума. Вдруг он там собирает что-то. Плюс, походу, эти громовержцы должны мне помочь очень сильно. Сюда пойдем. И надо уже в Т2 выходить. Действительно, построю парочку этих громовержцев. Ну, и... Что тут? А, тут больше ничего нет в Т2. Интересного. Хотя можно выйти... Наверное, это будет правильное решение. Надо строить вертолеты. Туда гарнизон запихивать. Все, вот так вот. Попытаемся что-нибудь украсть у него из зданий или из войск. Сразу же грейды на энергию сделаю. Авиабазу. Че ты не едешь-то? Кто не ядет с херов? Он меня запалил. Нет! Сделаем броню здания. Зданию. Потому что... Нельзя его терять. Я продал. Этот... Этот... Продал наблюдателя. Отлично. Отлично. Он потерял все свои войска. Здесь небольшие, но все же войска. Хотя и я тоже потерял немного. Построю два сборщика еще. Хотя, знаете, что вот так вот сделаем. Всех сюда направим. Оружейный склад. Надо грейды на пехоту сделать. У частильщиков же вся фишка в пехоте. Нифига же, что ты делаешь-то. Мне нечем этот гарнизон пробить. Пока что. Композитная броня. Можно сделать композитную броню и кучу обычных стрелков захерачить. десант стрелков и ракетчиков. А, уже нет денег. Он потихонечку сносит. Нужно ли мне это штурмовать? Вот в чем вопрос. Может и надо. Баблища потихоньку капает. Начнем ремонтировать. Эта вещь очень даже важна для моей экономики. Три. Четыре. Еще один. Отлично. пробил. Попробуем немножечко ему насолить. Броня сделалась. Так. Вот он. Громовержец. Отъехал. Падла. Хорошо, что он по пехоте не стреляет. Таким образом мы его быстренько срубим. Ну все, это, кажись, победа. Сейчас я вертолетами залечу с другой стороны. И все, будет конец. вроде у него вроде у него уже нет больше. Да, Т3 не получится построить. У него тоже здесь есть сборщик. хорошо. 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 С помощью вот этой вот опции Можно заставить войска атаковать Все что есть И здания И войска противника Все что угодно Полезная такая фича Если нет возможности контролить Войска Так у нас только один Противопехотный элемент Надо им пользоваться Вернее не так надо сваливать Нахрен от тебя Сейчас его снесут Но уже быстрее Все бегай ему Погиб бедняжка Но звук не спасется Маловато у него войск Даже если он все танки Мне тут разрушит Сейчас прилетят вертолеты Вот Главный центр пытался Кажись Свалить оттуда Но не успел ГГ Он пишет ГГ А что стреляет по мне А вот И последнее боевое знание Вот такой вот матч Всем спасибо за внимание И до встречи